Наглость побеждает убежденность. Убежденность побеждает наглость, в конечном счете. Наглость – это временное явление. На чем наглость основана? На чем наглость основана? На влиянии планет она основана. Наглость – это сила, которая проявляется у человека временно. А убежденность – это какая сила, которая действует постоянно? Наглость нужно терпеть. Если кто-то по-наглому на работе к вам относится, Знайте, что это временное явление, потому что его полномочия мучить вас скоро закончатся. Надо просто терпеть, продолжать работать, желать ему счастья, быть уверенным, что скоро это закончится. И наступит момент, у него не будет силы дальше раздражать вас. Не будет силы такой. Почему? Потому что все злые вещи происходят временно. Они уполномачивают людей только потому, что приходит время это делать. Почему директор хочет выгнать с работы? Потому что пришло время так к вам относиться. Если вы уверены, что все хорошо, тогда он не сможет. Или если смог, значит у меня не хватает духовной силы. Или значит так надо. Потому что бывает так, что я молюсь Богу, а он меня все равно выгоняет с работы. Это значит, что будет лучше. И в сердце это подсказывает. В молитве сердце говорит, все хорошо, не волнуйся, у тебя будет лучше работа теперь. То есть тактика прояснения отношений. Сначала сердечный контакт, а потом дальше есть определенные правила. Первое правило. Женщинам не надо говорить эмоционально. Без всяких эмоций. Эмоций как можно меньше. Эмоции закрывают сердце мужчины. Он боится эмоций. Прояснение отношений. Говорить надо очень сдержанно, эмоционально, спокойно. Такое чувство, как будто бы ты говоришь самой себе. Ну то есть самой себе обычно как человек говорит, саму себе? Да спокойно. Он знает, что я услышу сам себя, нет проблем. Надо говорить спокойно. Просто спокойно. И будет чувство такое создаваться, что как будто бесполезно так до него застучаться. Вообще невозможно. Потому что человек, когда он услышал, то это все улетело внутрь. Когда человек действительно услышал тебя, то это все улетело внутрь. И такое ощущение, как будто ты в пустоту сказал. Поэтому мы ждем реакции. Надо эмоции давать, чтобы реакции дождаться. Не надо ждать реакции. Просто говорите очень спокойно. Все должно уйти внутрь. И такое ощущение, как будто в пропасть сказал. Потому что сердце далеко, оно спрятано там внутри. Должно уйти туда, в сердце. Бушует все внутри. Ну, давайте, давайте, рассуждайте сами. Ну. Да. Сначала внутренняя жизнь, потом беседа. Просто остыть невозможно, потому что контакт же идет отрицательный. Даже иногда невозможно. Иногда надо уколоть чуть-чуть хотя бы. А потом остынешь уже, полегче становится. Все, слава Богу. Но потом надо раскаиваться сначала. Неправильно поступило, извиниться. Потом дальше молитва, остывание, установление сердечных отношений. А потом беседа. Непритязательно. Лучше всего, когда муж поел. После ты он самый спокойный, доступный. Поел, и надо в это время так спокойно с ним беседовать. Не навязчиво. Самое лучшее, это когда женщина говорит мужчине про свои проблемы. Она говорит, у меня есть одна проблема. Я не могу привыкнуть, когда ты приходишь домой и в грязные обуви идешь на кухню. Не могу привыкнуть. Помоги мне, пожалуйста, объясни мне, как мне внутренне настроиться, чтобы я не реагировала на это. Что вы ему сказали в это время, на самом деле? Вы ему сказали, не ходи на кухню в грязные обуви. Но сказали по-другому. Вы как это сказали? Дали ему возможность самому принять такое решение. Не навязчиво. То есть вы сказали о том, что вас беспокоит, а не о том, что он должен сделать. И вот такая беседа, это сердечная беседа, на самом деле. Сердечная беседа очень труднодостижима, потому что когда человеку больно, ему хочется сказать о нем. Когда человеку больно, разум благости, ложное эго в благости перестает работать, ложное эго в невежестве начинает работать. То есть истинное эго перестает работать, ложное эго начинает работать. И в этот момент человеку хочется, ну, хоть немножечко уколоть, ну, хоть чуть-чуть. Это нормально, это так действует природа просто, ничего с этим не сделаешь. Но если вы хотите, чтобы он понял, вот когда вы колете, он не поймет точно. Но если вы хотите, чтобы он понял, тогда надо. Вам кажется, ну, это же элементарно, не ходить на кухню в грязные обуви. Коню понятно, что так надо жить. Из-за этого тоже проблемы, потому что женщины, им кажется очевидны многие вещи, которые мужчинам трудно понять. Как вы думаете, что мужчина не понимает, что не надо ходить на кухню в грязные обуви? Понимает. Теперь вопрос, почему же он все-таки идет в обуви на кухню? Потому что, да, потому что он устал с работы, пришел, ему жрать сильно хочется, и он быстрее хочет посмотреть, есть что-то в холодильнике или нет. А потом уже все остальное. Понимаете? Ну, как пример просто. Как психика у мужчины работает в это время. Но если он почувствовал вашу любовь, вот эту вашу боль, то он вспомнит в этот момент. Когда он шаг сделал, то он вспомнит, и он все-таки снимет ботинки для того, чтобы вас не беспокоить. Понимаете, да, идею? Идея заключается в том, что прояснение отношений нужно проводить и мужчине, и женщине. Мужчине не надо демагогию читать, женщине вообще. То есть не надо, мужчина не должен ей рассуждать с позиции философии вообще, объяснять, доказывать, почему это так. Женщине не нужно ничего доказывать, потому что она все принимает сердцем. Или не принимает сердцем. Женщине нужно объяснить просто, просто объяснить чисто, что у меня есть одна трудность, одна, понимаешь? Трудность заключается в том, что я очень устаю, когда прихожу с работы, очень устаю. И мне очень трудно в это время уделять тебе максимум внимания. Я понимаю, что ты меня ждала, когда я приду с работы, и ждала, что я тебя обниму, поцелую, и буду очень ласковым с тобой. Я это понимаю прекрасно. Но мне очень трудно это сделать, потому что я очень устаю с работы. И мне нужно какое-то время, чтобы просто под душ встать, отдохнуть, а потом уже я смогу тебе уделить внимание. Ну, то есть, надо говорить о своих чувствах, мужчина. Но когда мужчина устает, и жена его третирует еще, смотрите, картина такая. Мужчина устал, и с работы приходит. Он смотрит на жену, там говорит, слушай, дай что-нибудь пожирать, так устал. А она ждала от него чувств в это время. И она фыркает такая, ну, как бы чувствует боль, что он как бы на нее не обращает внимания. И она говорит, тебе только жратва от меня нужна. Я тебе не нужна вообще, я чувствую. И, а он как это воспринимает? Что он устал и так с работы пришел, а она еще ему пистоны подливает. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что он воспринимает это как беспредел просто, как беспредел. И он начинает ругаться. Почему? Потому что ему и так тяжело. Еще она такая беспредельница, еще под ребро подсунула. Не понимает меня. То есть, видите, это не работает система. Потому что мы и так друг друга не понимаем. Есть такой анекдот. Человек стоит в очереди и как бы говорит, что продают? Шуршики. Думает, блин, что за шуршики? Стоит, 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 всех спрашивает, говорит, шуршики. Потом купил, смотрит, правда, шуршики. Пошел домой. Ну, то есть, идея анекдота в чем? В том, что мы как бы через пять лет совместной жизни обнаруживаем, что мы точно друг друга не знаем. Что сердца у нас далеко друг от друга стоят. Это надо прожить какое-то время, чтобы обнаружить, что это так. Чудо возникает, понимаете, вот это чудо. Что нет у нас никаких отношений на самом деле. Почему мы кричим-то друг на друга? Потому что нет связи. Вот жена не чувствует, что муж устал. Ей надо просто подавать ласку в этот момент, потому что он пришел домой. Она не понимает, что надо его сначала раздеть, в душ отправить, чтобы он расслабился, накормить. А потом он сам уже эту ласку даст. А если с него требовать ласку, то тогда тем более она пропадает. Это же естественная вещь. Вот если я сейчас кого-нибудь попрошу, улыбайтесь мне. Вы сможете улыбаться, нет? Какое-то время, если пять раз попрошу вас. Уже тяжело будет. А если всю жизнь просить, так и с ума сойдешь. Это же естественная вещь. То есть мужчина наелся, расслабился. И он, естественно, жене улыбается. Кому ему еще улыбаться? Да естественно, он ей улыбается. Но когда женщина ждет улыбки, то какой результат? Прямо противоположный возникает. Так видите, надо подавлять себе это чувство желания любви от близкого человека. Надо уничтожать, убирать его. Оно преодолевает с помощью внутренней жизни. Чем меньше внутренней жизни, тем больше потребностей внешней у человека. Тем больше внутренней жизни, тем меньше внешних потребностей. То есть больше возможности служить, отдавать уже человеку себя. И, соответственно, счастье больше в отношениях становится. Постепенно, не сразу. Там действует как айсберг. Ты отдаешь человеку, как бездомный колодец. Отдаешь, отдаешь, служишь, радуешься ему. А он такой, как типа, так и должно быть. И никакой реакции, никакого ответа. Понимаете? Это длится около года, а то и два. Вот такой вот. Это сравнивается с айсбергом, который тает снизу. И сверху он такой же, все такой же. Но тает он снизу. И в какой-то момент что происходит? Он переворачивается. И как этот переворот происходит? Обычно одинаково. Когда вы уже отдавали настолько много, что вы уже устаете от этого, у вас какое-то отчаяние возникает. Вы уже так не хотите близкие отношения строить. И просто по-доброму говорите. Ты знаешь, наверное, я не смогу дальше тебе вот так верно служить, потому что не чувствую я ответа. И так просто как бы не можете уже все. И он начинает потом говорить. Ты на самом деле самый лучший человек для меня в моей жизни. Я никогда тебе этого не говорил, но ты такой человек удивительный. Я таких людей никогда в жизни не встречал. Я просто пользовался твоей вот этой вот добротой, но не хотел как бы подавать виду. А потом постепенно человек начинает служить уже сам. Понимаете, айсберг переворачивает, самый критический момент отношений. Это нормально. Но надо заслужить. Как одна женщина мне сказала, записку написала, что я отстранилась от мужа, как вы сказали, Олег Геннадьевич. Он тоже слушает мои лекции. И он мне позвонил, сказал, слушай, отстранись еще на неделю. Не так без тебя хорошо. Поживи неделю еще у мамы. Это значит, тот, кого отстраняться-то должен был, то есть она его достала, уехала, тем более, еще уехал на неделю к маме. Так он отдыхает. Чему лучше стало. Надо служить человеку. Чтобы воспитывать человека, надо сначала вложить в него энергию любви, а не нервы ему мотать, потом отстраняться. То есть не работает система таким образом. Итак, прояснение отношений происходит с помощью спокойного голоса, не без рассуждений у мужчины, без эмоций у женщины. Просто донесение состояния внутреннего. И его надо воспринимать, свое состояние, как свои проблемы. Объяснять свои проблемы. Даже если человек скажет, ну да, правильно, это твои проблемы, я согласен. Все равно в сердце у него останется хорошее чувство. Следующий этап какой? Продолжать в этом направлении двигаться. Потому что сразу результата не будет. У нас в сердцах камень друг к другу. Мы его не достучимся сразу. Нужно продолжать. И обычно в какой-то момент уже на уровне чисто поведенческим близкий человек начинает все-таки делать так, как надо. Хотя до конца он все равно еще не понимает, что это важно. Но просто чисто, чтобы он уже услышал. И он чисто, чтобы не беспокоить, делает тоже как надо. Но другие способы даже услышать не дают возможности. Теперь я хочу вам сказать о том, что для того, чтобы вообще как-то развиться в отношениях, для этого нужно пройти три стадии. Обычно люди находятся все, вот которые просто смотрят кино, приходят с работы, смотрят кино, пьют пиво и ложатся спать. Эти все люди находятся на уровне безразличия друг к другу. Они просто наслаждаются друг другом и им все равно в сердце, с кем я живу по факту. Они привязаны друг к другу, они ждут ласки, любви. Но если посмотреть в сердце глубоко, в нем безразличнее. Обычно такие люди не создают стойких отношений в виде клятвы. Они не венчаются, не расписываются. Они обычно делают гражданский брак. И объясняют это очень просто. Они говорят, мы же друг другу доверяем, что нам идти туда, в ЗАГС, выпендриваться перед там кем-то еще. Или идти в церковь. Мы же друг другу верим, поэтому у нас вот такой вот брак. На самом деле этот брак означает, что мы друг другу не верим. И причина такого брака только одна, что люди ну как бы женятся, потому что одиноко. Они думают, что может быть я себе и получше найду. Причем обоюдно. Или один хочет все-таки жениться, но не прилагает достаточно усилий, потому что ему тоже неприятно, что почему-то я должен биться за отношения, если он не бьется. И заканчивается это все. Означает безразличие. Безразличные люди чаще всего друг к другу. Даже иногда люди женятся тоже безразличны друг к другу. Просто мы делаем вид, что мы друг другу нужны. И все. Это не значит, что мы нужны друг другу. Как вы думаете, в какой ситуации это проверяется классика? Когда это проверяется, четко и ясно становится. Классика жанра. Давайте перечислим несколько ситуаций. Когда человек сильно тяжело заболевает. Близкий человек что ему? Кобеду не жди. Вот. Второй случай. Это другое. Дети рождаются. Это другое. Второй случай. Это влюбился в кого-то. Близкий человек влюбился в кого-то. Чувства сильные вспыхнули. До свидания. Все. С тобой у нас все закончено. Все. До свидания. Причем до свидания происходит очень быстро. Без всяких проблем. Просто до свидания. Все. Дальше какие случаи? А? Теряют работу трудности в жизни совместные. Людям трудно вместе жить. Тоже до свидания. Будем жить раздельно. Все. Ну понимаете не было никаких отношений. Просто не было. Хоть и казалось что они были. Потому что отношения же в сердцах развиваются. Они не то что отношения означают что нам хорошо друг с другом. Это не отношения. Это взаимодействие чувств просто. Сердце глубже чем чувство стоит. Итак безразличные люди это неверующие люди. Неверующие люди. Большинство людей сейчас живет в нашем обществе неверующие и поэтому создать сердечные отношения невозможно. Нет внутренней жизни. Нет настройки правильной. Человек не настраивается на то чтобы побеждать вот это все. Грязь в сердце не выскребает. Каждый день надо выскребать грязь в сердце. Вот я допустим сегодня когда молился с утра я почувствовал что сегодня тяжелый день и мне будет трудно установить контакт с вами. Будет такое чувство как будто вы чего-то недослышиваете. Такое чувство как между нами будет какая-то стеночка сегодня как вчера. Чувствуете нет стеночку небольшую чувствуете? Ну вот это и есть стеночка. Видите то есть я виноват. Все нормально. Дальше следующий тип людей. Люди почувствовали просвет какой-то в своей жизни начали заниматься духовной практикой. И когда люди начинают заниматься духовной практикой происходит такой интересный феномен. Так как сознание человека не переключилось еще на внутреннюю жизнь но человек уже понял какие идеалы у него есть в жизни. Какие у него идеалы. Хочу жить с верующим человеком. Хочу жить среди верующих людей. Хочу благородного общения. Хочу чтобы люди честно вели себя по отношению ко мной. Не изменяли там. Не делали то. Не делали все. Смотрите то есть что это означает? Это означает что я еще вообще ни одного желания по отношению к себе не имею. Все желания мои только по отношению к другим. Это называется идеалисты. Кто такие идеалисты? Это начинающие верующие. Это люди которые постоянно долбают всех своей верой. Допустим я бросил пить. Ну бросил пить хорошо молодец. Что это значит? Все должны бросить. Это первая стадия. Вторая стадия уже сострадания. Ты уже состраданием относишься не с злобой относишься к тем кто пьет а состраданием потому что чувствуешь их боль. Почему они пьют? Потому что им больно тяжело жить поэтому они пьют. но сначала злоба почему потому что этот человек не приносит мне счастья в жизни поэтому я на него злюсь я не пью он пьет гад. Видите это не бескорыстное поведение. Поэтому женщина которая ненавидит свой мужа который пьет она никогда не извыйдет из этой ситуации потому что она не настроена на внутреннюю жизнь она хочет создать себе правильную ситуацию в жизни и такие люди они имеют идею в жизни это идейные люди идейные это которые всех долбают своей идеей потому что настоящие верующие люди они не трогают никого они над собой работают вот что должна женщина сделать своим сердцем чтоб муж не пил она должна его принять каким он есть надо с первой ступеньки на девятый этаж заходить прими вот мужа какой есть сразу возникает вопрос а почему это я должна его таким принимать потому что в этом мире не бывает ни случайностей ни несправедливости вот что положено мне по судьбе то и получила и вот прими это все это объем работы вот прими свой объем работы и начиная с первой ступеньки начни с принятия этого человека как только примешь он уже расслабится он уже почувствует сразу совесть вот как только ты приняла этого человека у него совесть сразу же проснется ему уже тяжелее будет выпивать в твоем обществе понимаете вот чувствуете о чем я говорю вот приняла девушка женщина приняла свой муж он приходит пьяный она говорит пойдем мой хороший опять произошло да ну ничего страшного пойдем давай спать ложись не бойся штанишки я постираю все описался ну ничего страшного давай ложись что опять писать хочешь ну сейчас принесу тебе бутылочку давай пописи все ложись давай все хорошо о видите хорошо молодец хорошо отлично привыкнуть сразу возникает страх а вдруг он блин вообще обнаглеет всегда вот это вот и есть вот это есть то что всегда возникает когда ты начинаешь правильно жить это шаг пропасть потому что мы не верим душу мы боимся души мы думаем что он обнаглеет сначала он расслабится естественно первый эффект расслабления такого отношения но он будет вам благодарен параллельно что вы его поняли что вы приняли его боль дальше какой будет следующий этап как только он почувствует вас комфортно рядом с вами и когда он выпивает вы можете уже его воспитывать если вы будете ему когда он отрезвеет говорить мой хороший я готова заботиться о тебе всегда когда ты выпиваешь ну может давай попробуем бросить пить давай попробуем нам же тяжело в таком состоянии жить вместе давай попробуем бросить не ты попробуй бросить а давай мы попробуем бросить а он считает почему что это нормально вы вы сейчас приняли его или нет я вот вас принял такой агрессивный по отношению к мужу а вы приняли его или нет ну мои хорошие дышите глубже давайте будем принимать вы приняли нет ну давайте вспомните святого человека это же вы это вы с прошлой жизни вы себя не принимаете на самом деле не его вы не понимаете что ничего случайного не бывает в этом мире я вижу вашу прошлую жизнь вижу похожая очень ситуация вы не принимаете себя на самом деле примите вашу прошлую жизнь одна женщина ко мне подошла с мужем с таким говорит Олег Геннадьевич вы можете мне рассказать про прошлую жизнь я говорю могу вот смотри твоя прошлая жизнь она сразу узнала себя в прошлой жизни откровение получила вы получили откровение сейчас нет а он хороший все-таки нормальный а ну у вас прошлая жизнь нормальная значит все то есть принятие пошло да то есть он нормально пьянствует ну а переживайте что он сопьет значит сопьется вы переживаете что он сопьется значит сопьется когда мать провожает ребенка в армию говорит ребенок мой сынок я так боюсь что тебя там прибьют значит прибьют доктор а вы мне почку не отрежете вместе с аппендицитом значит отрежет понимаете о чем я говорю или нет как солдаты надо чтобы этого события не было все не хочу трудиться хотите как трудиться принятие принятие а я понимаю вас ну старайтесь дальше продолжайте я тоже вас сейчас принимаю стараюсь нам будем тяжело мы стараемся с вами мне тоже тяжело вас принять я пока не верю что вы сможете сделать так чтобы он бросил пить но я стараюсь это называется внутренняя жизнь понятна да категорическая несовместимость у вас категорическая несовместимость сейчас немножко поработаем над собой будет совместимость уже а а почему вы меня спрашиваете об этом а но если вы спрашиваете меня об этом значит у вас с кем-то есть такое чувство человек не может спрашивать когда нет темы потому что вопрос у вас какой эмоциональный означает переживаете вы об этом а други переживаете или как у нее с вами несовместимость у вас несовместимость а у нее с вами несовместимость так несовместимость бывает но если по астрологии несовместимость полная несовместимость люди не будут любить друг друга просто и все но не будет притяжения совсем никакого не будет возможности быть вместе не будет симпатии мы же сердцем все чувствуем а не гороскопом ну все тогда чего переживать я знаю одного астролога он очень сильно искал себе абсолютную совместимость нашел девушку с очень высочайшей степенью совместимости все планеты совпадают все супер делай предложение две недели пожили переругались разошлись другой пример один мужчина полюбил девушку в индии это был классический такой пример и так как там положено смотреть гороскоп перед свадьбой он сначала сходил к своему астрологу увидел что несовместимость сильная по гороскопу он взял поменял себе дату рождения поменял паспорт все это сделал поменял паспорт дату рождения и сделал хорошую совместимость потом прожили они где-то 20 лет вместе сначала было трудно они все это пережили ну и как бы у них счастливая семья уже победили судьбу и она ему говорит вот если бы у нас была несовместимость тогда бы мы наверное расстались с тобой а так мы с тобой вместе и он показал ей свою дату рождения настоящую после этого сказал у нас вот именно такая как раз несовместимость как ты говоришь но мы живем вместе а конечно почему они не останутся что гороскоп сильнее отношений что а что думала мужчина что за чертовщина пошла я за водой вызвался черт за мной думала мужчина что за чертовщина вы очень поверхностно воспринимаете отношения между это важно да да про не истинные чувства а сердечные чувства не выезд правительственным и чувствуем сейчас понимает секс а я говорю про просто чувства сердечные благородство нет вы не выразились неправильно вы так чувствуете да вам надо поменять это чувство вот смотрите когда люди встречаются они смотреть должны на благородство человека на его духовное развитие на его правильность мотивов в отношениях и многие-многие эти вещи указывают на совместимость гороскоп обычно показывает хорошо в этом случае вот когда у нас мы на дискотеке встретились вот тогда может быть и несовместимость потому что совместимость же по сердцу определяет гороскоп а половая совместимость она не на первом месте стоит в этих вопросах понимаете она тоже имеет значение но не такое большое это безысходность да такая безысходность это относится разные могут быть варианты это может быть на уровне нижнего центра когда люди совсем уже не могу жить один это нижний центр может быть на уровне дальше выше центра и так далее разные варианты могут быть такого брака если люди детей настраивают тогда дети и уходят от отношений детей можно только вдохновить если вы с ними правильно себя ведете в жизни сами они вдохновляются вами и настраиваются правильно а если вы их пытаетесь обмануть ну то есть на что-то настроить на что сами вы не настроены они этот обман сердцем чувствуют человек воспитывается не словами есть такой психолог Кандыба тоже американский с украинской фамилией он провел такой интересный эксперимент он использовал куклы и телевидение для того чтобы провести такой глобальный эксперимент в Америке там работа была с многими детьми проведена в свое время и дети они реагировали не на слова которые кукла говорит а на ее поведение понимаете то есть это указывает на то что дети не реагируют на слова они факты воспринимают больше чем то о чем родители им говорят у них другой тип разума у них не логическое восприятие а интуитивное работает они чувствуют больше то как есть на самом деле чем о то о чем говорится итак идейные люди это второй вариант второй тип у которых тоже не бывает нормальных семей когда человек становится идейным семьи чаще всего рушатся вот смотрите были безразличные люди жили друг с другом не тужили человек послушал лекции бросил есть мясо там пить и думал что я с этим скотом буду жить вообще и начинает пилить его близкого человека тот уже не знает что делать как бежать и семья развали развалиться может не то что обязательно развалиться она может развалиться причина заключается в том что это не любовь быть идейным человеком это не любовь идейные люди идею ставят выше человека они просто хотят себе счастливую жизнь создать понимаете искусственным образом с помощью вот вытряхивания недостатков из близкого человека они же не вытряхнутся из него недостатки вытряхиваются когда человек осознает что ему это надо меняться это через любовь идет как близкий человек вот некоторые люди они агностики по природе они говорят близкий человек никогда не поменяется когда человек так говорит я у нас женщина насчет спиртного а вы не считаете тогда в чем проблема вот это страх означает отсутствие любви ну что когда человек любит у него есть сила влиять эти отсутствие любви страх или желание нажимать добить на человека тоже природа страха имеет почему мы давим на человека злимся на него ругаем его причина отсутствие возможности влиять на него влияние основной происходит следующим образом мы молимся создаем вот отношения со святостью эти отношения дают могущество сердца сердце когда становится могущественным она может улыбаться близкому человеку может добрые слова говорить может с ним общаться совсем на другой волне это называется влияние на близкого человека когда такое влияние есть то тогда близкий человек начинает меняться смотрите как это происходит вот если вы влияете на близкого человека то какой вы человек такой и таким он тоже становится автоматически просто потому что из из близких отношений близкие отношения то самая большая сила меняющая жизнь человека если вы со святым человеком устанавливайте близкие отношения Каким вы становитесь человеком? Святым. Вы становитесь святым человеком. Это реальность. Это метод, основной метод вообще любой традиции духовной. Как человек меняет свою жизнь. На что антенка настроилась, туда и пошла. Если человек поселился в публичном доме, что с ним произойдет, то и произойдет. Понимаете? На что настроился, таким и стал. Поэтому близкое доверительное отношение – это страшная сила. Она разрушает всю судьбу человека. Или наоборот возрождает. Поэтому надо близкие отношения устанавливаться святым человеком именно. А потом правильные отношения начнут устанавливаться со всеми вокруг. Первое – сначала они устанавливаются с друзьями. Появляются другие друзья, с которыми другие отношения возникают. Это самое первое изменение в жизни человека. Как только друзья появились, сразу режим дня. Легче, все легче соблюдать. Потому что появляется сила, когда вместе это люди делают. Потом следующий этап. У него меняются привычки. Друзья сначала меняются, потом отваливаются ненужные привычки постепенно. Следующий этап. Если человек совсем развился, меняется окружение уже все, а потом меняется работа после этого. А только потом меняются отношения в личной жизни уже кардинально. Видите, сколько этапов развития идет, прежде чем вы достигаете того, чего вы хотите сейчас сразу. Нужно начать просто. Все это простепенно приходит. И на каждом этапе все больше и больше счастья у человека в жизни. Итак, безразличные люди, неверующие. Идейные – это первая стадия веры. И дальше какие люди? Человечные. Это третий этап. Человечный человек. Человечный – это который чувствует боль другого. Не свою. Безразличные люди чувствуют только свою боль. Поэтому они безразличные, что им на себя времени не хватает и сил. Идейные люди, они ненавидят боль близкого человека. Вернее, они на нее реагируют, они ее хотят поменять. То есть они хотят поменять близкого человека. У них уже более позитивный настрой, но агрессивный все равно. А человечные люди, они себя меняют, а другого понимают близкого человека. Когда человек себя меняет, а близкого понимает, вот это и называется любовью. Себя меняем, другого понимаем. И вот это понимание является самой мощной влиятельной силой. Вот если я, допустим, вас не понял, я не смогу вам помочь. Я должен вас понять, означает переварить. Принять, означает принять в сердце. Потому что трудно принять чужую судьбу всегда. Надо переварить. И тогда начинается изменение в сердце человека, другого уже. Это не просто сделать. Чтобы принять, надо понять, что ты не лучше, ты не лучше. И тогда принятие уже. И влияние тогда очень сильно начинается сразу. Итак, основная причина нежелания принимать советы, это страх перед насилием. Мы по факту очень сильно боимся друг друга. Мы, нет у нас любви, у нас есть страх. Он очень глубоко сидит, мы часто его не чувствуем. Страх. Мы боимся друг друга. Боимся, что нами завладеют. Боимся, что будут вот так понукать нами. Мы боимся, и поэтому мы не идем вот на эти сердечные отношения. Мы живем в страхе. Этот страх преодолевает с помощью любви. Любовь устанавливается со святостью, святым человеком, священным писанием, святой землей. Когда человек чувствует святость, у него появляется сила, сердечная сила, и страх пропадает. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Видите, уже петь начал потихоньку. Не надо в себе разбудить святость. Это невозможно сделать. Надо служить святому человеку, о себе вообще не думать. Если ты не можешь, значит, надо плакать. Плакать в своем сердце. Хочу найти. Это же найти святого человека, это же подарок. Подарок приходит, когда слезы человек проливает. Он говорит, я хочу найти такого человека. Нужно чувство включить это. Потому что что такое святой человек? Это отражение вашей совести просто. Совесть вам покажет сразу, как только вы будете достойны. Сразу покажет святого человека. Искать не надо. Все найдено уже, просто вы не видите, и все в этом проблеме. Значит, недостойны. Надо поплакать, попросить в Бога. Святой человек – это представитель Бога. Или больше сказать, это присутствие Бога в нашей жизни. Некоторые люди думают, что они Бога могут во сне увидеть. Это все бред полный. Бога можно только увидеть через святого человека. Или священное писание. Или святое место. Это контакт, первый контакт с божественным, с Богом происходит через святость. Первый контакт такой, самый легкий, незначительный, который уже меняет сильно жизнь человека. Итак, причины неуважения. То есть, мы говорили с вами о том, что уважение является второй стадией любви. Третьей стадией – верность. Верность – это когда что такое? Что такое верность? Это уже вот это то, что в песне поется. «Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает». Помните, да, вот эту песню? «Темная ночь, только пули свистят на степе». Что там за песня такая? Человек сидит в окопе. Там ветер звенит в проводах, пули свистят. И он верит, что он не погибнет. Почему? Потому что его жена в это время сидит возле коляски с ребенком, не спит и слезу пророняет. Между ними вот такой контакт. Они верят друг в друга, понимаете? Это уровень верности в отношениях. Когда люди защищают своим сердцем друг друга уже, защита идет. И они уже чувствуют очень много духовных качеств друг друга в отношениях. Поэтому возникает вера. Вера — это что такое? Это реальное чувство духовных качеств близкого человека. Это не просто там какая-то типа «я тебе верю». Нет. Это реальное чувство, которое реально связывает людей. Люди в это время чувствуют очень сильно родственные связи вот эти. Родственное означает возвышенное. Возвышенное чувство друг близкому человеку. И причина неуважения между супругами означает оскверненное пространство, которое окружает человека в жизни. Пространство, жизнь в бреду телевизоров, в бреду интернет, в бреду книжек этих всех фантастических там или романтических. В бреду выпивки. Вот жизнь в бреду всего этого означает невозможность уважать близкого человека. Потому что это все пространство не дает возможность сердце почувствовать и открыть. Это грязное пространство, грязная жизнь. Пространство, в котором тебя развлекают и что-то от тебя хотят, это не то пространство, где сердце отвлекает, где сердце раскрывается. Только отношения со святостью, отношения чистые, возвышенные отношения дают возможность человеку уважать, начинать, уважать близкого человека. Это таскеза, уважение таскеза. Таскеза. Это не то, что я тебя уважаю. Ты меня уважаешь? Что уважаемые люди? Таскеза, понимаете? Уважать может человека за что-то, а что-то надо в нем увидеть. Быть может ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Время нужно, чтобы уважать человека. Время нужно, отношения нужно строить. А это возможно, когда у тебя есть душевная сила. Если ты пришел домой, включил, мертвые не потеют, посмотрел там. Переключил на кабельное телевидение, вот, или кабельное, кабельное. Вот. Посмотрел там это все, порнуху эту посмотрел. И что? У тебя силы появляются сердечные? Уважать другого человека в этом случае? Нет. Сердечные силы от святости получаются. Когда ты чистоту человеческую видишь, тогда ты сможешь увидеть и в близком человеке чистоту. Нежелательное общение, скверненное пространство – это основа жизни без уважения. Пустой, скучной жизни, основанной на развлечениях, сексе и зарплате. Если у нас все хорошо, секс нормальный, зарплата есть, все развивается, значит у нас все хорошо, семья развивается. Это может закончиться в любой момент. И тогда, что происходит, все рушится у таких людей. Но даже если все хорошо, все равно человек не может жить в этом пространстве, в котором нет чистоты. И поэтому постепенно накапливается недоверие в отношениях. Это тоже вызывает неуважение. Потому что мы много чего видели, понимаете. И у человека всегда есть склонность бояться близкого человека. Допустим, мы сходили к друзьям, мой муж улыбнулся, жене, как бы подружке моей, подружке улыбаться начал. Я пришла домой и уже как-то ему не доверяю. Чаще всего это остается на годы потом чувства. Сердце не очищаем, не молимся. И вы скажете, а как можно очистить? Он ведь реально улыбался подружке. А что такое улыбка мужа подружки, вот если разобраться? Что это такое? Это просто результат нашей жизни. И все. Когда у мужчины нет любви, мужчина не может жить без любви. Ему нужна энергия любви. Нет в семье любви, она закончилась или никогда не была. Тогда что происходит? Его чувства начинают искать. Сами. А подружка это кто такая? Это такая же женщина, которая обладает силой влиять на чувства. Она просто симпатичная сама по себе. И она как антенка реагирует, когда на нее обращают внимание. Это происходит все спонтанно. На спонтанном уровне просто. Он почувствовал, она почувствовала. Произошел контакт. Союз Аполлон. Этот контакт произошел на подсознательном уровне, понимаете? Давайте я сейчас закончу эту тему. Это другая большая тема. Мы сейчас поговорим. Сейчас закончу. Смотрите. Уже второй раз задали вопрос, поэтому сейчас отвечу. Смотрите. Интересный момент. Вот это вот просто контакт союз Аполлон. Знаете, это просто контакт и все. Потому что когда девушка красивая, мужчина реагирует. Он удивляется этой красоте. Она ему бьет по мозгам. Когда ему по мозгам дало, это удивление, женщина тоже от него цепенеет сразу. Она, когда это видит в мужчине, она не может устоять тоже. Наступает взаимное разрушение мозгов. Причем это происходит автоматически. Просто само по себе, понимаете? Просто потому, что в семье нет достаточной защиты. Когда муж с женой защищены отношениями, тогда эта реакция не работает, понимаете? Нет контакта союз Аполлон. Ну, красиво-красиво, и все нормально. Ну, нет такого, что раз, нокаута нет, понимаете? Я вижу тебя под кромкой тумана. Вижу, я вижу тебя. Вот. Нет, вот мозги не срывает. Но если мозги сорвало у мужа, в чем проблема? Это значит, что у нас что-то не то в семье развивается. Но чтобы это понять, ведь надо молиться, мои хорошие. А естественно, что возникает в сердце? Газ такой, все, больше не могу я с тобой жить. Понимаете? Проблема-то в чем заключается? Проблема в том, что вот эти спонтанные вещи, которые возникают у нас, они являются результатом просто нашей жизни. А мы, как это воспринимаем, очень серьезно, потому что это касается любви же. И это все накапливается. И само собой накапливается, увеличивается уровень недоверия друг к другу. Зачем я за тебя вышла замуж? Зачем? Зачем я женился на этом человеке? Тем более культура способствует. Вот девушка, допустим, идет с мужем в кино. Она одевает короткую юбку. Почему? Потому что такая культура. Она же не понимает, что это бьет по мозгам. Ей важно, чтобы она была эффектной, влиятельной. Но эта влиятельность-то к чему приводит? А? Горизонтали? Ну не сразу, но может быть просто приводит к тому, что он с женой пришел куда-то там, поздоровились, и сразу мужики рядом стоят на жену, такие... Сразу развезло рядом с ней. Он говорит, ну пойдем, пойдем отсюда. А ее... Она не может пойти, потому что ее тоже развезло. Это же реакции просто происходят, понимаете? Как веды говорят, женщина как огонь, а мужчина как масло. Когда масло тает, масло тает, а огонь что делает в это время? Разгорается. Женщина становится красивее, когда масло тает, а масло тает. Означает, что у мужчины теряется воля. Его развозят сразу. Она тоже такая... И пошло дело. Это все реакции просто возникают сами по себе просто и все. А причина бескультуре? Женщины не знают, как одеваться просто и все. Причем интересно знать, что с точки зрения эстетики, уважения... Вот ко мне подошла одна девушка, которая опубликовала мусульманские материалы свои на сайте у нас. Она подошла, у нее на лекции ко мне приходят, у нее такая голова покрытая таким голубым, ну как бы это, таким одеянием. Очень красиво. Я когда в Уфе ко мне такие три девушки, они выпускают такой мусульманский журнал, когда они показали эти одежды, вот такие вот, и этой культуры, я просто обалдел. Понимаете, когда женщина вот в таком красивом одеянии, закрытом, вся такая как извояние, понимаете, вызывает сразу сильное уважение. Первое, что возникает уважение, и второе такое, как богиня, как будто, что-то недоступное, понимаете. Другой вариант, девушка стоит, вся открытая, какое чувство доступности и вожделение. Вожделение это противоположность уважению женщине. Это не означает, что мужчина ее уважает, нет, хочет ее эксплуатировать просто. Поэтому разумные женщины, они хотят, чтобы их уважали, и они поэтому так одеваются, чтобы уважительное отношение было. И поэтому они какого-кого в мужья себе получают? Того, кто может уважать женщину, означает разумного человека. Можно по-разному же привлечь, да? И так накапливается недоверие постепенно. И причина заключается в неправильной жизни в целом. Нет духовности в семье, поэтому теряется уважение. Что касается вот этого феномена, что когда рождается ребенок, мужчина уходит, то причина этого феномена, она также лежит без духовности. Основная причина этого феномена заключается в том, что женщина всегда привязывается к тому, кто больше ее наслаждает. То есть, когда она живет рядом с мужем, муж ее наслаждает, она принадлежит мужу. Но когда рождается ребенок, женщина, которая не имеет знания, она сразу, так как ребенок в 10 раз наслаждает больше, чем муж, она сразу начинает привязываться к ребенку. И муж для нее это уже предаток, понимаете, к ребенку. Мы живем для ребенка, ты работаешь для ребенка. Вот я помню, к подружке моей маме пришел в гости. Она мне яблочко дает и говорит, Олежек, ты скушай яблочко, а то Володя придет и оно пропадет. Классика жанра, понимаете? Пропадет яблочко. Потому что Володя это просто пахарь. На кого? На детей он должен работать, Володя. Потому что я люблю детей. Володя тоже должен так же любить детей. А Володя думал, что он жену будет любить, и она его будет любить. У нее свои мысли были совсем в жизни. Понимаете, какая штука получается? Что Володя остается без внимания, а мужчине нужна постоянно женская энергия, любви. Если нет этой энергии, то два варианта только может быть. Или водка, бутылка, или Бог. Ему или монастырь, или спиваться, одно из двух. Если он не готов к монастырь и не хочет спиваться, тогда что происходит? Другая женщина. Все. Вариантов нет просто у мужчины. Потому что он не может жить без этой энергии. Вся энергия ушла в ребенка, до свидания, жена пошел, другое, все. Как сделать так, чтобы вся энергия не уходила в ребенка? Для этого надо действовать с позиции разума, а не инстинктов. Надо понять, что ребенок уйдет, когда вырастет, в своей жизни будет заниматься, а муж останется со мной. Надо поэтому ему уделять энергию, свое внимание. Для женщины на первом месте кто стоит? Быстренько отвечаем. Кто на первом месте? Бог. На втором месте? Муж. На третьем? Дети. Вот если женщина так настроена, у нее не будет проблем никаких в жизни. Дети будут смиренными вырастать, разумными. Если дети на первом месте, ребенок вырастает глупым и эгоистичным. Муж на первом месте, а не Бог. Муж наглеет. Вот это ответ на вопрос. Почему мужчина наглеет? Потому что женщины верят в мужа некоторые, а не в Бога. Тогда мужчина себя Богом начинает считать. Наглеет. И говорит, ты же сама понимаешь, что ты меня недостойна. Поэтому у меня еще одна завелась тёлка. Мне одной мало, я просто очень развитый мужчина. Это значит, что она верит в мужчину. Она сделала его Богом, и он потом, как Бог, начал себя вести уже. Муж не может завидовать Богу. Это невозможно. Потому что зависть означает материальные отношения. Муж будет уважать Бога. Он не поймет, что вы его воспринимаете как своего. Понимаете? У него нет такого чувства. Мужа не ревнует ребенка в отношениях с матерью. Так и с Богом тоже отношения. Там нет ревности просто. Это ваши страхи просто. Больше того скажу. Вот у меня с женой разные духовные наставники. И у меня нет ревности к ее духовному... У меня и мужчина духовный наставник. У меня нет ревности к нему никакой вообще. У нас с ним глубокие отношения очень духовные. Это другие чувства совсем. Вам это трудно понять. Вот женщина как себя с наставником, с духовным ведет? Да? Да? Как? Да? Как с отцом? Уважительно очень. На расстоянии. Она ему не улыбается. Глазки не строит. Очень серьезно, уважительно отношения. На расстоянии. Почтительно. Так женщина своим наставником должна сидеть. Если наставник улыбается, женщине заигрывает, он не квалифицирован. Если у вас есть наставник, и он так с вами... До свидания этот наставник. Значит, это не возвышенный человек. Просто обманщик. И все. Родителей надо уважать. Сейчас в нашей культуре трудно определить место родителей. Все зависит от их развитости. Но родителей любых надо уважать. Уважать означает соглашаться с ними. Но делать надо так, как положено. Жить надо так, как положено. С родителями соглашаться. Говорит, прости, папа, я так не могу вот жить. Мне что-то тяжело выпивать вместе с тобой. Прости меня. Он поймет. Скажет, ну ничего, сынок, ты потом привыкнешь со временем. То же самое, она уже все привязалась к ребенку раньше, чем он еще родился. Кто говорит? Где? А? Ну, это естественно для женщины привязываться к ребенку. Что думаете, она будет вынашивать, рожать? Вот что она терпит эти все страдания? Это же страшно вынашивать ребенка. Аааа, это мне плохо. Так это же естественно, реально человеку плохо. Он страдает. Женщина, когда вынашивает, ей очень тяжело. Рожает вообще кошмар. Вопли такие страшные. Я когда в мединституте смотрел, как это дело там происходит, страшное дело. Очень тяжело. Зачем это все надо? Потому что женщина чувствует необыкновенное счастье от того, что у нее это внутри развивается. Поэтому она на все готова терпит все это. Это нормально? Что женщина счастье от ребенка чувствует бездухово? Да, потому что Бога надо ставить на первое место. Себя на последнее. Все равно ты будешь вылазить каждый день на первое. Не волнуйтесь. Но надо стараться ставить себя на последнее. Понимаете? Вылазить все равно будешь на первое. По-любому. Вот с этим проблем нет. Не надо беспокоиться о том, чтобы две собаки снюхались. Не надо есть собака вторая, значит нюхается. Нет проблем. Не надо об этом беспокоиться. Эгоизм это та сила, которой не надо об ней беспокоиться. Она лезет наружу из всех щелей. Первое, что я хочу сказать, у нас есть бесплатные консультации по здоровью. Если у вас есть желание узнать, как у нас лечение проходит в вашем оздоровительном центре под Краснодаром, поможет вам или нет, можно записываться. Есть врач со мной, который этим занимается. Первое объявление. Дальше. Завтра будет лекция моя. Это первая лекция такого плана. Я раньше не читал такие лекции, но по многочисленным просьбам. Я прочитаю лекцию по своим методикам. Как они действуют. Что происходит с человеком. Как это работает. Отвечу на какие-то ваши вопросы, касаемые вашего лечения и так далее. Лекция вот так же, как вы приходите в зал. Просто 200 рублей стоит билет. Недорого. На сайте, на моем все есть вся информация. Вот дальше. Фестиваль благости у нас есть. Кто из вас был на фестивале благости? Поднимите. Вам понравилось? Фестиваль уникальный. Это просто то, что такое чудо, которое вы никогда в жизни не видели. То есть это 14 дней в отношениях глубоких чувств с людьми. 600 человек, которые работают над собой. Там вместе желают счастья. Великолепные спектакли. Вот это вот концерты в конце. Йога каждый день. Пронояма там. Гимнастики. Ну то есть много чего узнаете. Там можно танцем выучиться за две недели. Восточном. В какой-то степени уже почувствовать основы, что я могу танцевать. С голосом поработать там. Попеть на улице всем хором. И так далее. Очень уникальная такая ситуация. И очень вкусная пища. Люди готовят с любовью. Очень необыкновенное ощущение. Даже я много раз уже езжу и работаю целый день там на этом фестивале. Но все равно это чувство неизгладимое даже в этом случае остается. Фестиваль востребован. Много людей приезжает. Заранее записывайтесь. Потому что начнется... Два раза фестиваль проходит в сентябре и в мае. Майский, по-моему, 15 или 16. На днях прям будет уже вывеска на фестивале. Обновится новый фестиваль будет уже. Запись начнется в конце января уже. Вот. Бизнес-семинар. Это для тех, кто лидер. Кто имеет подчиненных. Кто... У кого есть с кем работать, над кем работать. Я провожу для таких людей тоже лекции читаю. 24 января будет лекция у вас на эту тему. 22 января лекция. Сегодня 21-я. Завтра, которое надо прийти и заплатить за билет просто. Без регистрации. 200 рублей стоит. Там хватит на всем. Там зал, 250 мест на всех хватит. Там не будет много людей. Так, ну... Я думаю, что все, кто придут по месяцам. Сто процентов. Ну, давайте немножечко почитаем, раз вы меня забросали записками. Как поспособствовать тому, чтобы мой муж мягче относился к моей дочери от первого брака? Несмотря на ее большие, по его мнению, недостатки. Мужу 28 лет, мне 38. Дочери 17. Сын общий ребенок. Это есть еще общий ребенок. Вот его он очень любит. Считает, что я очень плохо воспитываю дочь. Да, это классика жанра. Вот как вы думаете, как вы будете отвечать за то, что вы расстались со своим мужем, от которого дочь? Как вы будете отвечать за это? Как он будет за это отвечать? Он будет страдать, что его дочь растет с чужим мужчиной. Страдания жуткие просто. Обычно люди об этом не показывают, не говорят, но это очень страдательно. Когда моя дочь родная считает папой другого мужчину. Это страшное чувство вообще. Невозможно описать словами. Так мужчина страдает за то, что он разрушил семью, в которой родился ребенок. Женщина как страдает. Это дочь, которая от первого брака. Она хочет она этого или не хочет. В сердце своем будет сопротивляться новому мужчине, который появляется у ее матери. У нее будет протест. И этот протест означает наказание матери прежде всего за все, что происходит. А дочь страдает по своей прошлой карме тоже в этих отношениях. Понимаете, смотрите, что такое семья. Вот люди часто думают, что... Почему вы расстались в ЗАГСе, говорят, основная причина. Несовместимость. Мы не можем друг с другом жить. Понимаете, семья создается не для вас. Она создается для детей. Мама с папой, папой это крыша. Две половинки крыши. Понимаете, одна половинка крыши отвалилась. Значит, у ребенка не может уже в полной степени нормально работать психика. Две половинки должны быть. Вот какие есть, такие есть. Пускай они будут тяжелые, плохие. Но психика будет полноценной. Но если одной половинки нет, уже все. Уже будут трудности. Понимаете, о чем я говорю? По этой причине надо сохранять семью. Для детей надо ее сохранять. Раньше это люди понимали, а сейчас всем по барабану. Дети. Смерть одного из родителей не решает, не меняет в худшую сторону ситуацию. Смерть не означает уход. Когда человек уходит из жизни, верность же не разрушена, все остается. Ничего страшного. Даже второй брак. Может человек даже перед смертью сказать, ты, если я уйду, женись. Можешь даже благословить. Ничего не теряется в этом случае. Понимаете? Всегда люди страдают от того, что они несанкционированные вещи делают. Потому что поймите такую вещь. Вот я всегда задаю в этом случае вопрос, когда вы не понимаете эту тему. Почему так трудно уйти друг от друга? В чем причина? Причина очень простая. Потому что кто-то держит отношения. Кто-то не дает. Человек хочет уйти, а не может. Так бы уже все разбежались. Тяжело очень уйти. Кто-то не дает. Кто не дает? А тот, кто создал отношения. Тот, кто притягивает людей друг к другу, тот и не дает уходить. Но если вы все-таки рубанули и пошел, вот тогда этот же тебе и дашь по шапке. Кто не дает? Господь действует через вот этот голос совести. Понимаете? Это голос Бога. Это сила. Она же держит отношения. Она же дает счастье. Она же дает страдания. Это одна и та же сила. Это представительство Бога в нашем сердце. Поэтому человек не может уйти. А когда он ушел, значит дальше будешь отвечать. Вот дочь осталась без отца. Очень трудно ей жить в такой ситуации. Естественно, она бунтует постоянно. Когда она бунтует, новый муж чувствует ее недостатки. Потому что больше, чем ее хорошее. Почему? Потому что она бунтует сердце. Этот бунт, она ничего с ним сделать не может. Это от нее не зависит. Это независимая от человека вещь. Вот как женщина увидит таракана, она такая... С ней ничего не сделаешь. Хотя он ничего плохого ей не сделал, таракан. Правильно? Он считает себя хозяином кухни. А человек, кем он считает? Неопознанным летающим объектом. Появился. Он бежит от него в страхе. А так он хозяин кухни. Когда никого нет, он выходит покушать свое. Поэтому надо понять вот эту вещь, что вещи многие происходят просто спонтанно. И как мужчина должен относиться к такой девочке? Должен с ней дружить. Не надо пытаться ей отцом быть. Она сама может принять тебя как отца, когда придет время. Но если ты с ней дружишь просто как друг, тогда она постепенно расслабляется и начинает вести себя нормально. Что делать маме, если муж не принимает дочь? Дочь не принимает мужа. Это означает, что атмосфера бездуховная у вас. Не хватает духовной силы для правильных отношений. Надо молиться, алтарь дома ставить, поклоняться Богу, очищать атмосферу. Чтобы совесть заработала у мужа и у дочери. Совесть должна заработать. Для этого нужно возвысить атмосферу. Первая стадия всегда, понимаете, обычная классическая психология. Есть физическая психология, она по-другому решает вопрос. Обычная классическая психология всегда говорит, улыбайтесь, старайтесь, что все нормально, старайтесь просто. И тогда я такому психологу, который говорит, улыбайтесь, прощайтесь, старайтесь. Я тогда ему предлагаю эксперимент. Говорю, давайте я вам сейчас в попу иголочку засуну и вы старайтесь. Старайтесь, прощайте, улыбайтесь. Сможет, нет? Нет, потому что в попе иголочка и больно же. Так есть боль физическая, психическая боль еще больнее. Вот как человеку улыбаться, стараться и прощать, если ему больно просто? Когда люди бездуховной жизнью живут, эгоизм, когда увеличивается, он вызывает боль. Но когда человек начинает очищать атмосферу духовную, то эгоизм начинает уменьшаться и боли меньше становится. Даже вот то, что дочка с мужем конфликтует, это уже с позиции знания будет восприниматься. Ничего страшного, это просто реакции такие. Потому что уже у меня любви больше, я уже спокойно к этому отношусь. Чем больше, меньше эгоизма, тем спокойнее жизнь. Надо очистить атмосферу сначала, убрать вот это чрезмерное влияние эгоизма. Вот в чем секрет правильного построения отношений. А не улыбаться там, делать все искусственно. Это все самообман просто и все. Не работает система. Вы поняли, что делать? Все несут. Если человека поставили в угол, значит ли это, что он всю жизнь будет в углу стоять? Может, вторую семью. Вы понимаете, мы не на вечные страдания обречены, а на столько страданий, сколько заслужили. Попытайтесь это понять. Не надо бояться наказания. Это нормально. Потому что после наказания никогда уже не будет хотеться делать того же самого. Перестрадал. Перестрадал все, отстрелялся. Надо бояться этого. Все хорошо у нас в жизни. Начни сначала, пусть не везет подчас. Как уступать мужу, который ест мясо? Настаивает, чтобы я ела во время беременности. Идеалист, да? Первый. Безразличный человек. Мой муж настаивает, чтобы я ела мясо во время беременности. А я не хочу. Безразличный. Ну, по барабану. Настаивает, какая разница. Теперь дальше человек поверил. У него есть идеалы уже. Мой муж настаивает, чтобы я ела мясо во время беременности. Беременности. Идеалист уже, видите? Муж, то есть, он такой козел, да, с рогами такой. А я святая. Идеалист он себя святым считает. А все вокруг враги, понимаете? Потому что они не следуют правилам. Как решать ситуацию? Очень просто. Надо поставить изображение святого человека, начать молиться. И постепенно муж станет хорошим человеком. Просто необразованным. Да моя хорошая! Так вот так и надо жить. Делать вот это и есть действие. Есть ведическое писание Бхагавадгита. Она говорит, то, что разумный человек считает действием, глупый человек считает бездействием. То, что глупый человек считает действием, разумный человек считает бездействием. Все люди, которые что-то делают вокруг, ни хрена ничего не делают на самом деле. Потому что настоящее действие всегда внутреннее. Все остальное это результат этого действия. Если вам надо целый день это делать, для того, чтобы победить свою судьбу, делайте целый день. Вы увидите победу и потом спокойно будете жить. Победа происходит внутри сердца человека. Я знаю тысячу собственных примеров, которые я могу вам рассказать при желании, как я это делал сам в своей собственной жизни. И сейчас с вами это же делаю. Внутренняя жизнь основа. Все основывается на вере. Есть одна родственница, которая болеет психическим заболеванием, я уже рассказывал много раз. Вот. И как-то я утром после молитвы, 8 часов утра, по-моему, звоню ей. Не берет трубку. Позвонил дочери. Она говорит, да. Я говорю, а как мама там? Она говорит, мама спит. Я говорю, ну иди посмотри, как она спит. Нет. Ну и она пошла посмотреть. Говорит, а что-то комната закрытая. Я говорю, а что, у вас замки на дверях, что ли? Она говорит, нет. Я говорю, тогда толкай. Дверь толкай. И она дверь вытолкала. Она была забаррикадирована креслом. Дверь. А мама стояла на седьмом этаже на карнизе с другой стороны. Знаете, что такое карниз? Нет? Это такая скользкая железная штучка. С другой стороны, на седьмом этаже. Мама стояла. И она такая. И мне вот эту ситуацию всю рассказывает. Я говорю, не шевелись. Не шевелись. Ничего не делай. Не смотри на нее. Просто стой. И все. Сейчас выключишь трубку. А я начну молитву. Дальше я положил телефон, настроился на нее и начал молиться. Я молился где-то 20 минут. Я увидел сначала, я просто установил контакт, почувствовал эту женщину. Я увидел, как дух ее тянет за волосы вниз, разбиться, покончить жизнь с самоубийством. Она руками держится. Я попросил наставника своего, чтобы он держал ее за руки. Я почувствовал божественную силу, как она ее начинает держать за руки. И в это время этот дух начал постепенно ослабевать свое влияние. Слабее, слабее начал влиять. И вот так постепенно, 20 минут. У меня была твердая вера, что я смогу спасти ей жизнь. Прошло как до 20 минут. Вдруг, неожиданно, я почувствовал сильное облегчение. У меня не было никакого сомнения, что все хорошо. То есть я дальше набрал трубку, позвонил. Девочка сказала мне, что мама спасена. Потому что соседи в это время, когда я начал молиться, увидели ее на окне и тихонько вызвали бригаду МЧС. То есть приехала машина с лесенкой, и человек аккуратненько, лесенка поднялась на седьмой этаж. И человек вот так вот к ней подкрался, вот так вот, раз, и ее схватил за руки. И она ничего не смогла сделать. То есть он ее с лесенкой, потом они спустились вниз. Ну то есть идея в чем? И почему это все благоприятно закончилось в результате молитвы? У меня таких много случаев в моих жизни. Я не буду сейчас вам все это рассказывать. Просто я вам хочу сказать о том, что вы, когда мне сказали эти слова, вы находитесь в полном невежестве. В полном невежестве. Не понимая о том, что вы сказали правду, но неосознанно. Чушь теперь, все время молиться. Ко мне, так меня люди окружили после лекции. Одна женщина подходит такая. У меня такая ситуация, вот такая. Потом такая остановилась, у меня смотрит. Только не говорите мне, что мне молиться надо. Что надо делать? Когда я говорю конкретно что-то человеку, происходит передача силы. Понимаете? Почему человек верит? Можно никому ничего не говорить, сказать, иди молись, и все нормально. Но если я сказал лично, человек перенимает силу и начинает потом действовать в этом направлении, побеждает судьбу. А? А вам сказать зачем? А где, где? Зачем вам это сказать? Какая у вас ситуация? А? С мужем сложно. У вас есть святой человек какой-то есть? Вы чувствуете святость от кого-то, от человека какой-то? А? Не из, правильно вы сказали, не из живущих на земле, да? Он живой, нет? Живой или нет? Не в грубом теле. Но он живой? Живой, да. Вот вам надо ему поклоняться. Не думать о том, что он должен улучшить вашу ситуацию. Просто начните поклоняться ему. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. И не думать о своей ситуации. Первое, что вы почувствуете, что ваша ситуация не будет давать возможности вам думать об этом святом. Потом вы это победите и начнете думать о святом. Потом вы начнете успокаиваться по поводу вашей ситуации. Потом это спокойствие перейдет в знание. Вы будете понимать, что делать. А потом у вас появится вера, что все будет хорошо. Но надо прилагать силы именно в этом направлении. И самый первый шаг даже в этом направлении вам даст облегчение. Хотите, я вам это докажу? Всем сейчас я это докажу. Вот скажите честно. Вот честно. Вам легче стало, когда я это объяснил или нет? Стало? Вот и все. Видите, просто об этом говоришь, уже легче человеку становится. Не то, что там что-то делать надо еще. Поставьте несколько. Не бойтесь, это никак с мужиками. Ставьте несколько и все нормально. Духовные отношения, не материальные. А? Можно ко всем сразу, можно по как хотите, как вам нравится больше. Я нескольким духовным учителям, наставникам вам сразу молюсь часто. Это нормально, это духовные отношения. В них нет вот этих условностей каких-то. Идеалисты молятся? Нормально. Значит, ему все по барабану. Он молится за себя только. Идеалисты молятся только за себя. Они молятся, чтобы не лучше стало. Но правильно настроенный человек забывает про себя. Он хочет служить. Служить. Старшему. И тогда начинаются отношения вот эти божественные. Которые побеждают судьбу сами. Понимаете, она сама создается в следующей ступени. Она сама создается естественным образом. Когда ты начинаешь правильно делать, я не хочу ничего для себя, я хочу тебе служить. Вообще ничего, да. Ни для кого. Просто хочу тебе служить. И все. Это нормально. Но вы же сейчас не для себя уже чего-то хотите. Посвящать не означает отношения строить. Когда вы молитву посвящаете, это вначале происходит. А потом вы отношения-то все равно строите со святым человеком. Я хочу тебе служить. Результат этих отношений вы отдаете. Заранее. Не надо об этом думать даже. Это само собой происходит. Там вот эта сила, которая у нас живет, сверхдуша или голос совести, она все знает про нас. Все. Не надо даже думать лишний раз. Она все понимает, чего ты хочешь. Не надо думать, что она в неведении находится. По поводу моих проблем. Проблемы не решаются, потому что метод неправильное решение. Единственная цель жизни в человеческом теле заключается в том, чтобы узнать, что есть Бог. Нет другой цели. И поэтому все методы, которые побеждают судьбу, связаны именно с этим. Запомните это. Когда ты правильной дорогой пошла, все побеждается и успокаивается сразу. Не надо беспокоиться ни о чем. Убежден, что мясо необходимо для здоровья. Роста организма. Я вегетарианка почти 10 лет. Как принять, что он охотится, убивает животных? Это вы в прошлой жизни, вот это ваш муж, это вы в прошлой жизни. Надо, это, почему он так делает, это невежество просто и все. Не надо на это сильно обращать внимание. Надо просто молиться, святость, отношение ставить со святым человеком. И постепенно вы почувствуете его не как врага этого человека, а как человека, который страдает. Ведь разные формы страдания есть. Зачем человек ест мясо? Это то же самое, что и наслаждаться сексом. То же самое, что эксплуатирует тело другого человека. Есть другой вид эксплуатации. Это есть тело другого человека или другой там животного кого-то. Это просто вид эксплуатации. Точно такой же, понимаете, называется страсть. Сильно эксплуатировать, когда тело хочется кого-то. Это страсть. А спиртное разжигает эту страсть. И три вот эта связка. Секс, мясо и спиртное. Это неразрывные вещи. Выпил пиво, хочется воблу. Воблу поел, хочется секса. Это все в связке в одной находится. Три одинаковые силы. Даже пахнут одинаково. Если человек перестал, допустим, есть мясо, он запах от разврата такой же чувствует, именно от разврата, как от мяса. И от вина. Одинаковое чувство идет. Одинаковый запах идет из всего этого. Признак желания, страстного желания наслаждаться плотью. Просто и все. Нормально, все нормально, пока мы не развиваемся. Смотрите. Взять любую культуру. Самые развитые люди не едят мясо. Взять Сергея Радонежского. Он ел мясо? Нет? Нет. Серафим Саровский ел мясо? Нет. В монастырях православных едят мясо? Нет. Рыба – это менее развитая уже форма жизни. Уже менее развитая. Более развитые рыбу не едят возвышенные люди. Они чувствуют это. У меня есть святого Зосима видео. Мы, наверное, на сайте скоро поставим. Там он говорит про мясо, про рыбу. Что это такое? Он православный человек. Все нормальные люди чувствуют это. Что эта пища не подходит для развития сознания. Но если вы едите мясо, рыбу, тоже ничего страшного в этом нет. Каждый человек ест то, на каком уровне развития он находится. Что потребляет психика, тот человек ест. Поэтому не надо беспокоиться по поводу мужа. Ест мясо. Что касается заставлять, что он вас заставляет, вообще не беспокойтесь об этом вообще. Просто помолитесь, успокойтесь по отношению к нему. Когда чувство любви к нему пойдет, а не вот это отвращение и злобы по отношению к его недостаткам. Просто чувство любви пройдет. У вас знаете сколько недостатков? Вот женщина, которая написала. Если я сейчас вам все перечислю, вы успокоитесь сразу. Человек свои же идеалист не видит недостатки. Он видит чужие. Поэтому так беспокоится. Вот когда у вас чувство любви появится в результате отношений со святостью к нему, то вы очень легко будете решать эту проблему. Он вам скажет, допустим, ешь мясо. Вы посмотрите на него и скажете, не хочу, мой хороший. И все. И раз-раз-раз-разслабь. Что он может сделать? Ну, ничего страшного. Веды говорят, если женщина мужу готовит мясо, он хочет мясо. Она не совершает никакого греха. Потому что она не может с этим ничего сделать. Ему же надо кушать. Она кушает то, что может. Маленького ребенка считает. Это уровень развития духовности в вашей семье. Молитесь. Не надо раздоры. Можно кормить мясом маленького ребенка. Но не надо раздоров. Понимаете? В разных духовных культурах возможно это тоже. То есть даже мясную пищу можно освящать. В разных культурах есть уступления такие. Но в целом, во всех священных писаниях говорится, что Господь больше любит другую пищу. Принимаем. Давайте эту тему закроем. Она очень больная для многих людей. Имейте немножко чувство такта. Эта пища мясная является кармической пищей. То есть пищей больной. Вот смотрите. Допустим, если вы перестали есть яблоки. Кто-нибудь заметит? Допустим, вы не едите яблоки. Положили на стол яблоки. Вы их не взяли. Никто не заметит. Если вы не едите кашу, допустим. Кто-то заметит? Ну, чуть-чуть повнимательнее уже. Больше влияние от каши идет. Чем от яблок. А если вы не едите мясо? Или не выпили на празднике? Вот тогда сразу будет бунт. Потому что эти продукты перенаправляют судьбу у человека. Сильно перенаправляют судьбу. Поэтому о них даже говорить сложно. Возникает чувство разное. Понимаете? Которые неуправляемые чувства. Проанализируйте это. Почему? Когда человек, допустим, не пьет молоко, все спокойно относятся. Не ест мясо, сразу реакция. С точки зрения животных белков, то же самое. В молке и в мясе одинаковое количество всех этих витаминов, белков. Все то же самое. Почему, когда человек просто говорит, я в молокопике получаю эти все белки, а мясо не ем, сразу начинает колбасить родственников. Причина заключается в том, что сильно меняется судьба от этого. В этом причина заключается. Но не надо понимать этот вопрос таким образом, что все должны сейчас резко бросить мясо. Это неправильный подход в жизни в целом. Давайте, станьте святыми. Ну-ка, давайте все сейчас. Оп! Оп! Уже святые. Все, уходите с леса. Не работает система. Запомните, есть только одна формула изменения жизни. Человек должен понять, что он должен изучать, как правильно жить, и знание должно глубже и глубже входить в сердце. Чем глубже входит в сердце знание, тем больше меняется восприятие мира в сторону более возвышенного и счастливого. Чем более возвышенное и счастливое восприятие мира, тем больше отваливается все ненужное само. Понимаете? Само отваливается. Давайте проведем сейчас статистический опыт. Статистика – это энергия Бога. Статистика работает на 100% всегда. Вот поднимите руку, кто из вас сказал себе усилием боли и бросил есть мясо. Поднимите руку. Вот смотрите в зал. Смотрите, видите? Есть такие волевые люди. Поднимите руку. Да, все. А поднимите руку, кто даже не заметил. Само собой, в результате слушания. Смотрите. 10 раз больше. Видите? Я никого не подговаривал. Это само собой все. Так и работает всегда. Человек не должен беспокоиться о том, что он ест, что он не ест. Это все возникает, само собой меняется. Правильная пища только потому, что человек развивается как личность. Лев Толстой говорил, что мое вегетарианство – это не отношение к белкам, жирам и углеводам. Это эстетическое чувство, которое я испытываю в своей жизни. Вот у меня то же самое. Понимаете? Это просто эстетическое чувство определенно. Оно возникает на определенном этапе развития. Не надо по этому поводу беспокоиться вообще. Вообще не надо беспокоиться. Как точно знать, что мой муж – мой единственный вариант? Не думая, что я могла бы найти себе получше. И дальше пишет. Молитва – единственный выход. Точка. Молитва – единственный выход. Да, Олег Геннадьевич. Я понимаю. Может, что-то нормальный какой-то практически совет дадите. Олег Геннадьевич. Все нормально. Сейчас, женщина, я сейчас вам скажу одну вещь. У вас у всех муж станет единственным вариантом. Я вам просто помогу сейчас конкретно. Особенно тем, кто меня внимательно будет слушать. Сейчас внимательно слушать. Муж станет единственным вариантом. Смотрите, у женщины существует в психике такая система, что если женщина сомневается, что муж – единственный вариант для нее, она просто сомневается в этом. Тогда у мужчины в психике появляется вторая фамилия итальянская – Кобелина. То есть, женщина просто сомневается. Мужчина, он может быть рядом с женщиной только в одном случае, бесприкоснованно рядом, когда она верит, что он для нее единственный вариант. Если она в это верит, до свидания, возможность уйти. Невозможно уйти от этой женщины. Невозможно. Мужчина не может уйти, даже если сильно захочет. Не может. Потому что его вот это вот чувство внутри не даст ему возможности. Чувство ответственности это вызывает. Вера у женщины в мужчину, у мужчины чувство ответственности. Почему мужчина безответственный, женщина в него не верит? Она говорит, у меня муж такой и безответственный вообще. Олег Геннадьевич, ты поверь в него, скажи, что он хороший, у тебя ответственный, все нормально. Поверь в него. Ну, поверь. Не можешь, ну, тогда святость, отношение со святостью, победив себе это чувство. Ведь я вам сказал формулу, что если вы будете стремиться к тому, чтобы победить в себе это чувство, что это не единственный вариант, тогда вы удержите рядом с собой и сохраните семью. Все. Действуйте, женщины. У вас есть возможность полное сохранить семью. Свобода выбора так может сработать. Но скажу вам по секрету, что у всех есть женщин, есть склонность считать, что мой муж не самый лучший вариант. У всех женщин есть такая склонность, как же, так же, как у всех мужчин, есть желание. Как собачка, знаете, за одной собачкой бежит, 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 потом раз, свернула. Свернула, за другой побежала. Это естественно. А? Так, так, ну-ка, интересно. Ну-ка, сейчас я хочу узнать об этом. Что вы не чувствуете? Самый лучший человек на свете, да, ваш муж? Верите в него. Не хотите уходить. Нет у вас такого чувства. Нет желания, нет чувства, что вы уйдете, да? Все замечательно. Вот видите, как она настроена. Перенимайте опыт, все. Вот так надо, такой и настрой должен. Гражданский муж. Это уровень развития. Вот если гражданский муж, что это такое? Это не значит, что он гражданский муж. Он натуральный муж, понимаете? Как говорят, искусственное молоко. Молоко не может быть искусственным. Его просто, что-то с ним сделали, понимаете? Молоко есть молоко. Говорят, в тетропакетах это не натуральное молоко. Это натуральное молоко от коровы. Просто с ним что-то сделали, понимаете? То же самое гражданский муж, это настоящий муж. Если мужчина с женщиной живет год вместе, они муж и жена. Все, это железно. Это не они решают, это свыше решается. Это муж. Просто он об этом не знает еще. Чтобы он узнал, для этого нужна духовная жизнь. Кто говорит? Я не вижу человека. Духовная жизнь начнете, когда алтарик поставите дома. Он из гражданского станет нормальным. Что если... Я сомневаюсь, если... Тем более тогда надо поставить алтарик дома. Мои хорошие. В алтарике уже сомневаться начали? Сразу испугались и алтарик. Вот это и есть гражданский брак. Люди сомневаются. Не бойтесь ничего. Просто ставьте алтарь и вперед. Вы увидите, что это ваш муж. Вы увидите в нем душу. Вы сейчас видите в нем просто то, чего вы эксплуатируете временно. Но потом вы увидите в нем настоящего человека. Не бойтесь ничего. А если вдруг получится так, что не сможете, то Бог сам все устроит. Понимаете? Не надо беспокоиться ни о чем. Смело идите вперед. Все решает высшие силы. Но я вижу, что у вас все получится. У вас хороший человек. Ну, недоразвитый немножко. Так же, как вы. Женщина ведет себя, как собачка. Нормально. Тоже собачка, только женского рода. А? Бежит и потом сворачивает. Нормально. Чего же? Она же тоже человек. Женщина тоже человек. Или курица, а не птица, а женщина и человек. Мужчина идеализирует, склонный идеализировать женщину. Например, мужчина считает, что надо брать женщину нетронутую. Часто мужчины считают, нетронутую надо брать. Сразу его надо спросить, а ты тронутый или нет сам? Если ты сам тронутый, тогда зачем тебе нетронутая жена? Как принять одиночество? Его не видно, как мужа. Его не видно, как мужа. Одиночество принимать не надо. Душа не может жить одна. Особенно в женском теле. Одиночество никогда, ни в коем случае не нужно принимать. Если женщина не может выйти замуж, это означает, что она не прошла путь к замужеству. К замужеству существует путь определенный. Сейчас я вам этот путь расскажу. Он простой этот путь, как пять копеек. Смотрите, первый этап этого пути. Возвышение себя в нормальное общество. Нормальное общество это религиозное общество, где есть совесть. В бессновестном обществе невозможно выйти замуж. Потому что там мужики чем интересуются? Просто телом женщины. Они просто его эксплуатируют. Если у вас нет такой силы женской, чтобы мужика, который эксплуатирует вас, привязать совсем, некоторые женщины могут иметь такую силу. И они привязывают на несколько лет мужика своим чарами. А некоторые не имеют такой силы. Они привязывают его на пару дней. Не могут выйти замуж. Ну, какая разница, на пять лет ты привязал или на пару дней. Все равно это все временно. В этом бессовестном, безрелигиозном обществе не существует возможности быть вместе. Люди даже, которые живут вместе, но они не живут для Бога, они просто живут, делая вид, что они вместе. Они на самом деле разобщены. Я уже вам это объяснял. Итак, смотрите, первое, что нужно сделать, нужно развивать себя как личность. Нужно почувствовать отношения со святостью, с чистотой, найти свою веру, найти своего наставника. Дальше следующий этап. Смотрите, какой интересный. Когда женщина так начинает себя вести, она становится женщиной. Допустим, она целыми днями работала, как ишак. Она начинает чувствовать женщиной себя, когда начинает молиться Богу. Ей расслабляется. Ей уже не хочет так много работать. У нее появляются женские интересы. Параллельно с этим, когда человек входит в духовное общество, он начинает строить отношения, близкие уже с людьми. Женщина, когда она находится в семье духовной, она одинокий человек или нет? Почему женщина одинокий человек? Потому что она живет в одиноком обществе, обществе волков. Понимаете, нет? Когда женщина начинает общаться с духовной средой, она уже не одинокая. У нее уже есть близкие отношения. И сначала надо устанавливать близкие отношения с женщинами. Не с мужиками, а с женщинами. Надо с ними дружить, особенно с теми, у кого есть мужья. Потому что, когда женщина с замужними женщинами дружит, тогда она перенимает вот это настроение, она от них чувствует, как быть замужем. Она чувствует эту энергию, как стать замужем. Вот она перенимает этот опыт. То есть она уже не одинока в этот момент. И она начинает служить своими отношениями, то есть начинает женскую энергию вырабатывать. Есть два типа женской энергии. Один тип женской энергии – это привлекательность, которая приводит к сексу. А другой вид женской энергии – это привлекательность, которая приводит замуж. И это два противоположных вида привлекательности, мои хорошие. Два противоположных. Привлекательность, которая приводит замуж, имеет глубокую и скромную природу. А привлекательность, которая приводит к сексу, имеет навязчивую, наглую и бесстыжую природу. Пытайтесь это понять. Это разные вещи совершенно. Когда женщина становится привлекательной с точки зрения духовной, она уже готова выйти замуж. И она именно выходит замуж за того, который достоин. И сразу понимание приходит, почему раньше я не выходила замуж. Потому что дура, мучиться будешь. Поэтому Бог тебе не дает такого же дурака. Люди не могут в страсти, которая находится не в благости, они не могут быть вместе. Потому что трудно так жить вместе. Люди вместе могут жить, когда они к этому готовы становятся. Человек развивается, женщина развивается как личность. Она получает себе развитого человека. И те женщины, которые не могут выйти замуж, они благословлены Богом на самом деле. Они прокляты. Потому что им просто Бог дает возможность развиться и найти себе нормального человека. И все. Не мучиться. Но те, которые вышли замуж, тоже хорошо. Надо вместе развиваться. Продолжение следует. Нет проблем. Итак, третья стадия. Знаете какая? Сначала женщина живет в жажде. Она хочет замуж. И она не может ничего делать, не жить. Она в жажде в этой живет. Чтобы эту жажду потушить, она просто пашет, как ишак. Работает очень много. Потом, когда она развивает в себе веру, тогда постепенно она расслабляется. Чем больше в жизни Бога, тем меньше напряжения. Женщина расслабляется, так много работать уже не хочется. Она меняет работу, начинает жить поспокойнее и входит в религиозные отношения. Начинает служить где-то, заботиться там в храме где-то и так далее. Она помогает. То есть у нее такие отношения возникают. Близкие люди появляются, которые о ней заботятся. У ней появляется чувство очень защищенности глубокое такое. Она чувствует себя защищенной и успокаивается. Вот тот момент, когда она полностью успокаивается и уже она чувствует, ну, замужем буду, не буду, как-то уже не так важно. В этот момент она становится привлекательной. Потому что женщина становится привлекательной, когда она самодостаточна. Когда она сильно хочет замуж, она выглядит очень печально. Девушка очень печально выглядит. Ой, ты дурочка моя, труба дурочка. Да чего же исхудала фигурочка. Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Чувствуете, да? Мужчины? Давайте проверим. Вот смотрите, допустим, вы замужем, нет? Да. Кто не замужем? Хорошо. Давайте на первом ряду. Вот такой вот мужчина, допустим. Вот давай. Очень в вас нуждается. Ну, готов даже на колени встать перед вами. Нуждается очень. Замуж пойдете, нет? Нет. Даже одна останетесь. Видите как? Даже одна готова остаться, не хочет выходить за таком. Пора заканчивать, да? Представляете, как все работает? Люди почему такие одинокие, несчастные? Потому что им не хватает самодостаточности. В отношениях со святостью эта самодостаточность возникает. Они становятся самодостаточными, становятся сильными. Сильный человек привлекает. Сильная женщина привлекает много мужчин сразу. Слабая никого не привлекает. Слабая означает нуждающаяся, в нужде живет. В нужде означает нет духовности просто. Нет отношений чистых, возвышенных, светлых. По которым душа и скучает. Скучает душа моя по тебе, Господи. Есть такая молитва. Скучает. Разумные люди чувствуют эту скуку в своей жизни, пустоту. Они идут по городу. Наступила грусть. Что ж, пойду, пройдусь. Вот. Они идут по городу и чувствуют пустоту. Нет вокруг никого. Нет в этом мире мне прибежища. Душа скучает, понимаете, по чистым, светлым отношениям. Вот у меня к вам вопрос сейчас. Если вы внимательно слушали мою лекцию, вы чувствуете это одиночество сейчас или нет? Нет. Вы чувствуете пустоту? Вы чувствуете, что вы одиноки? Что у вас нет защиты, прибежища в этом мире? Чувствуете или нет? Нет. Знаете, что в ведах говорится? Просто когда человек размышляет на эти темы, связанные с отношением со святостью, просто эти размышления полностью побеждают судьбу. Даже этого достаточно, чтобы судьба победила в вашей жизни, чтобы в вашей жизни все проблемы ушли. Просто размышлять даже на этой теме достаточно, не то, что так жить. Многие люди просто... Вот у меня, я провел диссеркционное исследование, которое показало, что люди просто два года слушают лекции, все плохое отваливается из жизни. Просто слушают лекции, больше ничего не делают. Все само начинает соблюдаться, все плохое отваливается, все хорошее пристает. Без всякого напряга. Когда человек идет правильным путем в жизни, все встает на места. Попробуйте, вы увидите, что это работает. Не обязательно мои лекции. Любые лекции, связанные с духовностью, самосовершенствованием, они приводят всегда к одной и той же цели, к одному результату. Я, к сожалению, не смогу больше отвечать на записки и не смогу много общаться также с вами в конце лекции. Уже нам пора заканчивать сейчас. Вот. Потому что я так долго же не приезжал в Питер, да? Ни разу. У меня есть просто мероприятие, связанное с моими наставниками духовными здесь. Вот. И я поэтому первую половину дня вот этим занимаюсь. Мне надо рано вставать очень. Я поэтому не смогу с вами после лекции долго общаться. Вы меня тоже извините за это. Но зато, видите, мы больше общаемся по времени, да? Четыре лекции в выпуске. Сегодня с утра был на духовном мероприятии, и были песнопения духовные. И я в медитации увидел, что Господь, Он просто как огромная просто глыба любви такая. Просто огромная просто личность такая. То есть наполнена силой любви, просто горит от этой силы, плавится от этой силы любви. Я так увидел Господа. Мы даже не представляем, чего мы лишаемся, не размышляя на эти темы. Чего мы не видим и не понимаем на самом деле. Чего мы не чувствуем. Мы даже представить себе не можем, насколько глупо мы живем здесь, в этом мире. Глупо, беспомощно, бездарно и безнадежно. Просто сам небольшое соприкосновение с этой темой дает сильное облегчение в жизни. А что уж говорить о тех людях, которые сильно с этим соприкасаются. Недавно мой один товарищ, с которым я как бы долгое время общался, ушел из этого мира. Он неожиданно заболел раком. Было 60 лет, всего не так много. Вот. И он приехал ко мне в гости. Я смотрю, он какой-то желтый. Смотрю на него внимательно, чувствую, что-то не то. Начал предчувствие у меня такое закралось, что ему немного осталось в этом мире. Я говорю, слушай, давай съездим в больницу, сделаем обследование, все посмотрим у тебя внутри. Мы сделали обследование, и у него оказалось рак четвертой степени. Поджелудочные железы, метастазы по всему животу. И он дальше никуда не поехал. Мы решили готовиться уже, оставлять тело. Готовиться. И он оставил тело через три недели после этого. В молитве было несколько человек вокруг. Все настроены были в чистоте, в молитве. И он оставил тело очень спокойно. То есть он с открытыми глазами вот так лежал. Так раз, у него глаза просияли, и чик, и он ушел из этого тела. Вот мой молитву, такой благоприятный уход. В храме это происходило, в ведическом. И потом я почувствовал, что он пошел высоко-высоко вверх. И потом, когда он уже пришел к себе туда, где он должен быть, от него пошла очень сильная защита ко мне. Как будто бы какая-то сила необъятная держит меня в рамках вот этой чистой и светлой жизни. И я также почувствовал, что мне тоже помогут. В свое время помогут. Вечность почувствовал в этих отношениях. Вечность почувствовал. Чистоту, очень светлое чувство. До сих пор оно есть, остается это светлое чувство. Сейчас это чувствую тоже. И все я вам могу рассказать. Что-то могу. Что-то может быть и будет лишнего. Но так или иначе, давайте будем двигаться в этом направлении. В том направлении, которое дает победу от судьбы. У каждого своя вера, свой путь. Но мы можем быть вместе. Можем оставаться вместе. Вера не должна разобщать людей. Если вам кто-то говорит, что наша вера лучше, все остальные хуже, не верьте этому человеку. Потому что он не знает замысел Бога. Господь дал много разных духовных направлений. Потому что у каждого человека свой вкус отношений с Богом. И каждый вкус рождает свою веру. Это все. Все очень просто. Идите своей дорогой. И оставайтесь с нами вместе. Все сели прямо. Ну. Первый раз пришли вчера. Это... Спасибо вам большое. Я сейчас вам объясню, как это действует. Это, понимаете, совесть или сверхдуша у каждого человека, она объединена у людей вместе. То есть это не то, что я вот этого отвечал на все ваши вопросы. Это курьез. На самом деле, это она там все. Господь действует через сердце. Сейчас вам расскажу одну историю смешную. Мне эту историю узнал через интернет. Там одна женщина писала, там какие-то необычные истории, связанные с доктором Торстом. Мне же хочется узнать, что там за необычные истории. Я прочитал там одна история. Одна женщина, она сидела на лекции и задавала мне вопросы про себя. Я, глядя на нее, отвечал ей прямо на каждый вопрос. Потом, когда она подняла руку еще один вопрос задать, я ей сказал прям вслух. Говорю, я и так вам всю лекцию на ваш вопрос отвечаю. И начал, и продолжил лекцию. Она пустила руку. Я не помню это все. Вообще не помню. Ну, то есть это просто замысел какой-то божественный. То есть это все просто происходит не по нашей воле. Я не знаю, некоторые говорят, вы во сне мне приснились, сказали спасибо за помощь. Кого такое было, поднимите? Я не приходил. Да сверхдуша у вас. Она такие фокусы вытворяет. Она не может напрямую с вами общаться. Она общаться через тот образ, который вы знаете, понимаете. Верите, какому образу, она через него действует таким образом. Сисели прямо. Надо вспомнить святость, почувствовать ее. Попробовать это, проверить, как это работает. Это может быть святая земля или священное писание. Мусульмане поклоняются священной книге. Или имени написанной Бога. Написанной. Вот. Это может быть образ святой. Это может быть изображение Бога. Или Богородицы. Или это может быть просто святой человек, изображение. Это может быть мощи святого человека. Или это может быть святая вода, с которой вы соприкоснулись в своей жизни. Надо мысленно кланяться святой святыне и повторять. Я хочу жить чистой жизнью, такой же, как ты. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, дай мне возможность тебе служить. Я прошу тебя, дай мне возможность тебе служить. И в доказательство надо повторять. Я желаю всем счастья. Потому что мы должны быть готовы действовать так, как действует святость. Она не думает о себе. Она думает только о других всегда. Таков настрой. Всегда возвращайте свою мысль к тому, что я сказал. Если будете отвлекаться, думать о чем-то, не думайте. Вспоминайте о святости. Если вы не вспоминаете, все равно вспоминайте, все равно кланьтесь. Если вы не чувствуете контакт, это просто объем работы. Надо продолжать, пока не почувствуете эту связь. Надо настойчиво, смело продолжать. Если вам скажет сердце, я ем мясо, я пью вино, я не могу думать о связи, не слушайте это все. Это все бред. Что бы человек ни делал, как бы он ни жил, он имеет право контактировать со святостью. Что бы он может кого-то убил, не имеет значения. Надо смело идти и кланяться в свет святости. Не бойтесь ничего. Не думайте, что вы не можете, что у вас не получится, что вы недостойны, что вы не поймете и так далее. Просто идите смело в этом направлении, и вы почувствуете результат очень быстро в своем сердце. Господь откликнется, вы почувствуете его, и радость наполнит ваше существование. Я желаю всем счастья. 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 все это время. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. До завтра, кто придет. Спасибо.